Я был на этой сессии, то есть благодаря 30% третине депутатов была создана неочередная сессия и она прошла 29 числа прошлого месяца. Семеро депутатов проголосовало за принятие проведения романских уговоров. То, что мы сейчас собрались, это было написано на шестом листке, за который проголосовали семеро депутатов. Сейчас идет борьба за то, легитимно мы тут собрались, нелегитимно мы тут собрались. Завтра вам скажут, что все это неправильно, что все это поза законом. Хотя я считаю, что собрание людей не может быть поза законом. То есть люди собрались, люди решили, никто не имеет права узурпировать власть. Был тут один узурпатор, но он сейчас в Ростове, скажем так. Это во всей стране. То есть если вот в селе там клика какая-то собралась и считать, что она вся капитанка, то это люди должны просто им объяснить, что это совсем не так. То есть я еще раз наголошу, что 29 числа прошлого месяца, 22 сессии капитанской сельской рады было принято, что сегодня в 12 часов в клубе села Капитанка должны провестись громадские обговорения. Так как люди вообще не контролируют ни свой мозг, ничего, они закрыли просто клуб, придумали ту аренду, придумали аварийность. То есть вынудили нас выехать сюда и провести эти громадские обговорения здесь. То есть я считаю, что эти обговорения должны быть легитимными. То есть вы должны закрепить, то есть депутаты, которые проголосовали тогда за, они должны вспомнить фразу, что голосование было за документы в целом. То есть с 23 числа на Погоджевольной Раде вам были выданы 6 листков на Державней Моге. 29 числа вам были выданы опять же те 6 листков с одним исправлением на 29 число вместо 23. Возьмите, вспомните, что вы читали, не читали. Я не думаю, что 6 листков за 6 дней невозможно прочитать. Там было написано до 12 числа сделать Погоджевольную Раду по проведению вот этих громадских обговорений. И 15 числа в 12 часов дня провести громадские обговорения. Погоджевольной Рады не было. То есть я это пытаюсь в фейсбуке указать, что ничего не происходит. То есть все должна была проводить в принципе Зинаида Ильинична-Старчак. Ну ей, наверное, некогда. Она получает ординаю медалью в городе Голованевске. То есть определяйтесь, смотрите. То есть 10% населения может поднять вопрос по изменению ее или местожительства. У нее, кстати, есть прекрасная квартира в городе Побукская. Я думаю, где-то еще есть. Ну то есть если она не отвечает и не борется за ваши права и интересы, то, пожалуйста, думайте, кто вами руководит. Если вас даже в клуб не пускают, то, наверное, ну я не знаю. Ну может вам с ней не попутчили, я не знаю. Спасибо. Спасибо. Спасибо.